В первой части мы хотели осветить порядки оказания медицинской помощи по профилю урологии. Это приказ Минздрава России 2012 года, 907-Н, в утверждении порядка оказания медицинской помощи взрослому населению по профилю урология. Я считаю, что нам с вами повезло, потому что у нас нет такого раздрая в урологии, как во многих других специальностях, о чем мы не понаслышке знаем, когда люди в одной специальности не могут договориться, как обследовать больных, как лечить больных. И вообще это выглядит ужасно со стороны. Но нам повезло в том плане, что, во-первых, у нас возглавляют урологическую службу в административных округах России умные, квалифицированные люди, которые всегда могут договориться и руководит ими главный уролог России и Москвы Дмитрий Юрьевич Пушкарь. Поэтому никаких разногласий у нас практически не возникает. Но в то же время вы видите, что приказ был сформирован в 2012 году, утекло много времени. И естественно, что все приказы устаревают и требуют какой-то коррекции. Естественно, что основной документ, который обеспечивает нам права, нам и нашим гражданам Российской Федерации, на получение бесплатной медицинской помощи является Конституция Российской Федерации и федеральные законы. Один из них, основной закон, это закон об основах охраны здоровья граждан Российской Федерации, 323 ФЗ, в котором впервые, в общем-то, прозвучало такое понятие, как порядки оказания медицинской помощи. И медицинская помощь, как мы видим, на территории Российской Федерации оказывается и организуется в соответствии с порядками оказания медицинской помощи, обязательными для исполнения на территории Российской Федерации всеми медицинскими организациями на основе стандартов медицинской помощи. Обязанности медицинских организаций осуществлять медицинскую деятельность в соответствии с порядками. И порядки разрабатываются по отдельным видам и профилям медицинской помощи, соответственно, у нас по профилю урология. То есть это такая база для всех медицинских организаций, которая дает возможность нам с вами развиваться и жить в одном ключе, вне зависимости от того, в каком административном округе России находится медицинская организация. То есть существует несколько понятий. Это порядки оказания медицинской помощи, это медико-экономический стандарт медицинской помощи и клинические рекомендации. И очень часто и врачи... Продолжение следует... 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 Продолжение следует...